В этом году наш город предстанет в нескольких проектах. В масштабах страны он приобрел статус молодежной столицы. С этого года пинчане своим главным принципом провозглашают здоровый образ жизни. Начинается реализация проекта, рассчитанного на пять лет. Пинск – здоровый город. Состоялось первое заседание межведомственного совета, который определил логотип, состав группы управления проектом, а также утвердил мероприятие. О самом проекте, его целях и задачах наш корреспондент Наталья Шестакова. Первое заседание межведомственного совета по реализации проекта «Здоровый город» прошло под председательством заместителя председателя Пинского горесполкома Геннадия Поляковского. Проект «Здоровый город» направлен на создание в городе условий, соответствующее проведение информирования и комплексное решение задач по здоровому образу жизни пинчан, по увеличению их продолжительности жизни, в том числе за счет активного занятия физкультурой, ведения здорового образа жизни, профилактики табакокурения и алкоголя, а также проведение мероприятий, направленных на здоровое питание. Началось заседание с представления логотипа «Здоровый город», который как нельзя лучше определяет суть и задачи крупномасштабного проекта, рассчитанного на 2020-2024 годы. В центре изображен человек, символ физической активности. Остальные элементы – яблоко, сердце, олицетворение составляющих здорового образа жизни. Венчает композицию солнца – знак позитивного отношения к жизни и самому себе. После обсуждения именно эта концепция, разработанная Зональным центром гигиены и эпидемиологии, взята за основу. Кстати, именно гигиенисты стали инициаторами, консультантами проекта, провели большую организационную подготовительную работу. Уже с 2012 года в нашей Республике Беларусь реализовывается этот проект, который направленный для того, чтобы сохранить здоровье всего населения. В том числе и с 2020 года мы планируем реализовать этот проект на территории города Пинска. Представляя предложенные мероприятия, заместитель главного врача Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Теслюк отметила, что в них включены и те, которые уже традиционно проходят в нашем городе и те, которые помогут их эффективному проведению информированности населения. На сегодняшний день основное наше действие – это реализовывать этот план, который будет направлен именно на здоровье населения, на закрепление и формирование мотивации на здоровый образ жизни и для того, чтобы создать комфортные условия в городе для сохранения здоровья нашего населения. Безусловно, в ходе реализации проекта будет вестись мониторинг и опрос общественного мнения по всем составляющим, которые в той или иной степени влияют на здоровье населения. В план мероприятий включены все заинтересованные веномства и организации. И это должно наполнить проект интересным и разнообразным содержанием. А значит добиться результатов, главным из которых станет здоровье населения. Такой проект уже реализовывается с 2013 года в агрогородке Оснежице, поэтому опыт у нас есть. Я надеюсь, что вот эта вот наша инициатива, она будет всеми поддержана и будет реализована. Городская власть только за последнее время немало сделала для того, чтобы обеспечить населению города качественную медицинскую помощь, организовать досуг и создать комфортные условия проживания. И работа в этом направлении продолжается. Но суть проекта в том, чтобы участником его стал каждый житель города, который объявляет себя здоровым. 50% зависит от человека, его здоровье и здоровый образ жизни, яркое этому подтверждение. Поэтому каждый гражданин, и в том числе житель города Пинска, должен подходить к этому осознанно, что в большей степени здоровье зависит от его самого. Поэтому каждый пинчанин должен двигаться, развиваться в этом направлении. Продолжение следует...